здравствуйте дорогие друзья с вами программа главное в студии вестника кавказа гея саралидзе марина лагутина обсуждаем новости южного кавказа за неделю и сегодня у нас в гостях политолог сахиль искандеров сахиль здравствуйте добрый день приветствую вас а ну начнем с главного события этой недели да и может быть такого масштабного вообще события всего года в азербайджане в понедельник стартовала большая климатическая конференция коп-29 это такая платформа для стран участниц рамочной конвенции оон по изменению климата ее называют самый большой после генеральной ассамблеи оон потому что в нее входят практически все страны мира так как экологическая повестка повестка изменения климата на земле затрагивает абсолютно все страны и самые маленькие какие-нибудь островные государства которые на которые влияет повышение уровня воды в мировом океане и большие промышленные державы экология которых влияет на здоровье граждан и поэтому все участвуют в такой конференции и конечно страна принимающая коп это всегда такой центр внимания во всем мире по крайней мере на эти 11 дней и конечно для азербайджана это большая дипломатическая победа конечно хотелось бы начать с позитива и поговорить о том что коп-29 принесет азербайджану в его таком международном статусе в его стремление войти в высшую лигу государств ахиль пожалуйста ваше мнение спасибо за теплые слова и спасибо за такую как скажем реверанс в сторону азербайджана моей родины и таким же реверансом я хочу ответить как раз стоит своим друзьям в Москве в россии и в том числе и российскому руководству я думаю что в принципе уже азербайджан и вы наверное согласитесь потому что уже в течение последних нескольких лет может даже 10 лет и уже превратился так скажем очень значимую площадку для обсуждения очень многих гроба глобальных и региональных проблем в этом плане я думаю что нынешняя конференция коп-29 и в этом сыграли свою как бы соответствующий я бы не сказал исключительно тоже там советом роль определенную и в этом плане да конечно честно говоря то что выбрана была площадка азербайджана баку как праве для проведения этой конференции в этом месте очень много скажем за слов и дружественных стран азербайджана в том числе и россии что они проголосовали там за проведение это за проведение этой конференции в баку в азербайджане и в этом плане азербайджан очень ценит такие добрососедские добрые взаимоотношения с всеми странами которые непосредственно оказали свою посильную помощь в этом плане для места выбора там этой конференции я думаю что естественно азербайджану это прибавляет определенный авторитет и тем более что наверное вы тоже согласитесь и не исключено и всем видно что азербайджан последнее время все больше укрепляет свои позиции в глобальном масштабе на региональном масштабе это уже давно уже как бы там утвердилось и я думаю что естественно те переговоры заседания те решения которые те мнения которые озвучены в рамках этой конференции и те решения которые будут приниматься и те которые уже принялись принимались в рамках этой конференции окажут соответствующие значение значимость не только для азербайджана и для полсоветского пространства и вообще региональными глобальным масштабом я думаю что вот принципе азербайджан как раз то всегда радует именно за такие отношения именно за такие конференции за такие обсуждения за такие диалоги которые действительно могут нести свою посильную лепку вот в этом в глобальном масштабе вот то что вы перечислили там в подводке да вот в принципе климатические извинения изменения там касается же не только скажем больших государств или не знаю там какие-то промышленные государства и даже островных государств которые тем или иным образом интегрированы там глобальные процессы глобальные экономические политические и глобальные экологические процессы вот в этом плане я думаю что бакинский сказал бы там сам бакинский конференции в этом плане преподнесет свою там лепту и свою посильную там помощь в решении экологических проблем и в принципе в рамках таких конференций мы как раз и сами стали свидетелями и до конференции и уже в начале конференции в ходе конференции что в этих конференциях на таких площадках обсуждается не только именно климатические процессы климатические изменения в мире они в той или иной мере там как-то и соответствует каким-то обсуждением каких-то политических вопросов политических моментов спасибо сахиль ги ну вот как вам кажется вот выбор азербайджана говорит о том что его статус в мире за последнее время вырос особенно после окончания карабахского конфликта да безусловно конечно здесь вообще все надо рассматривать в комплексе знаете я часто слышал в том числе и внутри азербайджана да там ну либо люди которые покинули республику из за ее пределов критиковали руководство азербайджана за проведение различных международных формах будь то там олимпиада да европейская или какие-то другие там большие мероприятия на которые как им казалось зря тратятся деньги и так далее ну вот понимаете поэтому умные люди от не очень отличаются тем что они видят на не на один шаг а на три-четыре вперед и конечно если бы не то что делалось руководством азербайджана все эти годы по продвижению имиджа азербайджана по тому что страна доказывала что она готова организационно до справиться с большим с большими международными такими вот площадками организации чисто организационно структурно конечно ничего такого бы не было и и коп 29 тоже сейчас бы здесь в азербайджане не проходил это первое второе это конечно деятельность азербайджана в рамках стран неприсоединения движение неприсоединения понимаете когда вот называют там глобальный юг там или еще как-то да каждому из этих определений можно придраться с разных точек зрения с географической с политической так вот на самом деле укрепляя вот свое влияние и значение для таких движений и для тех стран которые все больше и больше выходят из-под да там влияние глобального запада и тех процессов которые навязываются вот именно это мне кажется сейчас и демонстрирует выбор именно баку как в качестве столицы вот проведения этого большого форума еще я бы разделил две вещи с одной стороны безусловно там пристальное внимание за экологией проблемы климата там и так далее это важная вещь хотя я бы предпочел честно говоря чтобы здесь на первом месте стояли ученые они политики а вот в качестве политического оружия и инструмента влияния мы климат видим уже на протяжении двадцати там тридцати лет да как активно это этот вопрос прежде всего западом использовался для очередного такого порабощения я другого слова даже не значит стран развивающихся или там третьего мира как они называют видите даже эти определения такие вот и климат эта проблема навязывалась значит в том числе и вот в этом конкурентном процессе потому что запад видит что страны которые которым они еще вчера относились как своим сателлитам там и странам которые которые можно просто грабить откровенно говоря да что они экономические политические и структурно они укрепляются они начинают все громче и громче заявлять о своих правах и если раньше да там можно было справляться только там военными экономическими методами то теперь вот есть еще один климатический который присоединился и к военным и экономически это что мы сейчас даже слышим да вот эту критику в адрес в том числе и хозяев да там азербайджана это что мы слышим какие заявления мы видим что даже грету тумберг то использует который правда в баку не попала но и стбилиси там какими-то флажками машет знаете здесь очень важная история происходит страны которые начинают понимать осознавать и защищать свой суверенитет они объединяются и они в том числе ищут лидеров которые готовы возглавить это движение мне кажется вот азербайджан как раз один из таких стран на которые все очень внимательно смотрят и этому благодаря и тому что азербайджан да там с очень суверенно ведет себя по отношению к нападкам запада и то что он смог восстановить свою территориальную целостность и то как он восстанавливает свои территории мне кажется все вот это вот очень важные вещи и очень хорошо отражены как раз вот в том форуме который сейчас проходит ну как раз в продолжение того что сказал ги выступая вчера ильхам али в президента азербайджана как раз и говорил о том что очень много критики было которая началась сразу после того как азербайджан баку был избран столицей коп 29 в западных странах было очень много такой прям вот напора того что вот вы там нефтедобывающая газодобывающая страна и так далее так далее хотя президент вчера озвучил что вообще уровень как бы доля азербайджана в вот этих выбросах как говорят не экологичных 0,1 процента во всем мире вот и многие то есть на ба на форум в баку приехало очень много гостей в том числе 80 глав государств и правительства стран но при этом были страны и есть страны которые не отправили своих представителей ну из очевидного это армения и вот мид азербайджана даже сказал что мы направили приглашение но до сих пор не знаем приедут они или нет форум длится 11 дней так что ждем но были еще например представители евросоюза и как сказал президент сербии александр вучич которые не приехали по политическим мотивам при этом и не что там некоторым представителям стран ес не помешало приехать в грузию например вчера и там протестовать против против чего они там протестуют против действующей власти против действующей власти вот как оценивать такие шаги хотя как бы эта повестка абсолютно глобальная и касается всех но при этом вот такие политические мотивы все равно существуют ги уже начал эту тему сахиль пожалуйста ваше мнение на первую очередь разрешите выразить свою благодарность господина саральеву за очень теплый слава праздник саральев за то очень интересный момент когда сказал что вот запад там раньше относился там и причем по сей день относится там многим стран как с вами сателлитом господин саральев к сожалению к сожалению понимаете в таком отношении запада в первую очередь как раз то виновна те страны которые это позволяют вот в чем идет речь понимаете вы понимаете да есть такая игра футбольный иградарклад там готов эта проходительная или соперника был сильнее а соперник сильнее тем что потому что сколько ты ему позволять путьる вот о чем идет речь сожалению очень многие страны и в том числе по советский страны некоторые по советский страны в этом плане дали фору именно карт Тан Steam Adam западу чтобы запад с ними как раз так не относится так и да с вами полностью согласен. Постепенно, как уже многие страны, начинают избавляться и пытаются избавляться как раз от этого в кабачках от опеки Запада. Естественно, как говорится, к хорошему привыкаешь быстро. И вот поскольку Запад в течение последних нескольких десятилетий к этому очень привык, и, естественно, это их раздражает. И вот то, что вы сказали, Даша, насчет того, что да, к сожалению, потому что не только экология там, в принципе, вообще все вопросы в мире уже политизированы, как раз со стороны коллективного Запада. Образование? Пожалуйста. Культура? Пожалуйста. Ценности человеческих, общеселовеческие ценности? Пожалуйста. Экономика? Пожалуйста. А что есть такое? Есть ли такое там отрасль в нашей жизни, там что-то не было политизированное со стороны коллективного Запада? И я хотел бы запомнить еще один момент, но что-то это нефтогазовые страны. Да здесь вопрос в том, что да, это очень хорошо, что там зеленая повестка уже сейчас укрепилась в нашей жизни и в нашем сознании. Естественно, человечество в глобальном масштабе там борется вот с этими акклиматическими изменениями там и выбросами в природу. Но весь вопрос в том, что те страны, которые вот заявляют о том, что Азербайджан, ну и не только Азербайджан, в том числе и Россия, и некоторые арабские страны, ну в принципе, те страны, которые как раз там богаты природными энергоносителями, да, их обвиняют в чем-то, но весь вопрос в том, что вот те, которые это обвинители в кавычках, да, они сами очень усердно ведут такие бесшеловечные войны вот в этих регионах, регионах, которые вот очень богаты вот этими природными энергоносителями. А с чего бы это? Вот тогда спрашивают, а зачем они вцепились вот в регион вот этого Ближнего Востока? Там покоя не дают никому. А что, разве за этим не скрывается интерес это к газу и нефти? Да в первую очередь, понимаете, это такие инсуации, инсуации вот такие, извините, глупые и вообще необоснованные, ни в какие рамки не влезают. И с другой стороны, то, что политизируют, то, что вы сказали, вот вы привели пример наших соседей, да? С одной стороны, Грузия там, дружественная Грузия, с другой стороны, Армения. А почему Армения? Вы неужели думаете, что Армения по своей воле там отказалась приехать там, участвовать в этом, на этой конференции? Да потому что их западные хозяева им так повелели. Вот о чем идет речь. Почему? Потому что Армения уже давным-давно совершает очень глубокую и большую ошибку, когда уже как как раз по наушению, я так сказал, там, Запада ведут себя там уже, ну, в принципе, там мы были уверены, мы были, мы надеялись на то, что после Карабахского, Второй Карабахской войны, там, когда эта проблема решена, там, Гурдий Вузов разрублен, мы думали, что, ну, все-таки власти Армении там возьмутся за ум, честно говоря, ну, образно говоря, извините на такое выражение, и, в принципе, там начнут уже как более там конструктивную политику на между Кавказом. Но, к сожалению, Армении в этом мешают как раз-то его хозяева, ее хозяева там из Запада. Вот о чем идет речь. Не дает Армении там вести самостоятельную политику, внешнюю политику, даже и внутреннюю политику. А вот в этом плане, естественно, Грузия на несколько голов в лучшую сторону там отличается от политики Армении. А почему сейчас сегодня по отношению Грузии там западный, это, коллективный Запад ведет такую политику? Да потому что Грузия понимает, что, в принципе, та стратегия, та внешняя политика, которую до этого, до этого правительства там вела со стороны грузинских властей в Гуше, там, в принципе, там больше всего наносит в отношении самой Грузии, чем кому-нибудь другому. И вот в этом вопросе, я думаю, что насчет политизированности, политизированного отношения к таким конференциям, это, в принципе, налицо, факт налицо, как говорится. И с другой стороны, господин Илхам Алир там привел нас очень хороший, очень интересный момент, эпизод, да, вот привел там такой факт, историю такую, что да, несколько лет тому назад именно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала сюда с просьбой там, чтобы там Азербайджан увеличил поставки природного газа в Европу. Понимаете, это была их просьба. С одной стороны, просит об этом, и причем настойчиво просит об этом. И с другой стороны, обвинят Азербайджан в том, что Азербайджан является нефтегазовой страной, а нефтегазовые страны наносят больше ущерба, чем все остальные там страны мира, промышленные, развитые государства. Ну, это вообще-то абсурд какой-то. Вот о чем можно тогда говорить? И с другой стороны-то, извините за выражение, езжу понятно, что. Почему они политизировали этот процесс? Ну, давайте будем открытые вещи назвать своими именами. Почему? Потому что коллективный Запад, в принципе, наставил на том, что Азербайджан пошел на, как бы, скажем, половинчатый мирный договор с Арменией в рамках вот этого копа. Сколько было давления со стороны Запада, коллективный, чтобы Азербайджан... Ну, да, ладно, пусть не все, в принципе, там согласованы, но давайте все-таки подпишись из рамочного соглашения вот это, в ходе вот этой конференции коп. Ну, Азербайджан, в принципе, там, как бы, скажем, объявил свою принципиальную позицию, что мы никогда не подпишем половинчатые мирные соглашения. Ну, в принципе, это логично. И вот после этого, там, как раз-то и пошли там друг за другом некоторые там заявления, там, и страны, которые отказались там на высшем уровне, на высоком уровне, там, будут представлены на этой конференции. Но задаются тогда вопросом, а что от этого Азербайджан потерял? Или там другие страны, которые там согласились приехать в Баку, сегодня вот так как раз они участвуют на этой конференции. А что они потеряли от этого? Я думаю, что потеряли именно те, которые политизировали этот процесс и попытались политизировать этот процесс и отказались приехать сюда в Азербайджан. Понимаете, тем самым, я думаю, что они выказали свое неуважение к Азербайджану, а ООН. Организация Объединенных Наций. Почему? Потому что мы знаем, что эта конференция является, как бы, проходится под егидой ООН. Агентство ООН приезжает, а там определенные страны, там, у них какие-то свои политические цели, там, политические взгляды, какие-то там собственные какие-то подходы к каким-то вопросам, и они отказываются приехать. Ну, кто от этого что потерял? Ну, давайте вспомним вот этот господин Саралиев, там, опять сошлешь на него, он напомнил, вот этот мероприятие, там, это, Евровидения, там, в Азербайджане, потом, помните, Олимпийские игры, там, первые Европейские Олимпийские игры. Вот в следующем году Азербайджан уже будет принимать третьи, это, спортивные игры, там, СНГ. Так, какие давления, какие попытки давления были там тогда, были против, это, принимались против Азербайджана? И что в конечном, то что получилось? Пшик. Азербайджан провел мероприятие, и сегодня это же КОВ-29 на самом высоком уровне, всем доказывают, что мы всегда открыты таким обсуждением, и вот мы всегда, наоборот, гордимся, и мы очень рады, что Азербайджан превратился в такую плашадку. Спасибо, Сахиль. Ну, получается, как бы реакция Азербайджана такая, что, как в пословице, собака лает, караван идет. То есть, это вся критика идет. Понимаете, дело в том, что вот эти все мероприятия, в том числе и посвященные экологическим проблемам, они не для запада делаются. Понимаете, мы все равно, все равно живем, до сих пор живем вот в этой иллюзии того, и такой направленности западноцентричности какой-то, да, что вот если там одобрили, это хорошо, без одобрения нельзя этого сделать, потому что мы не сможем, если они будут против, мы не сможем это. На самом деле, ну, ситуация меняется, и это понимают во многих частях мира, да, если просто посмотреть, да, да, на тот же БРИКС, на движение там того же, это движение неприсоединения, или вообще на структуру экономики мировой, мы видим, что происходит. Времена поменялись, и это очень хорошо демонстрирует сейчас вот, ну, и КОП-29, потому что, ну, не хотите приезжать, не приезжайте, значит, будем решать без вас. Вот и все. Просто страны отказываются воспринимать сейчас уже вот эти площадки просто как такое поклонение бездумное Западу и его, значит, этим богам. Да, у нас есть там свои традиции, вот мы говорили там о навязывании, и про ту же Грузию, да и вообще, мне кажется, для многих стран это важно, и не только Южного Кавказа. Понимаете, вот это навязывание этой леволиберальной повестки, да, со всеми этими ЛГБТ, гендерами, отношением к религии и всему остальному. Это ведь стало очень серьезной красной линией, уж извините за это словосочетание, красной линией для многих. Они понимают, что мы, ну, не можем зайти за это, иначе мы потеряем свою идентичность, мы потеряем себя. В этом и есть противостояние глобальной вот этой, глобалистской повестки и национально ориентированной, да, там, традиционной. Это, я бы сказал, это то, что в Америке сейчас культурными войнами называется. Посмотрите, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Одна из первых речей новоизбранного президента Трампа. Чему она посвящена? Она посвящена прежде всего как раз вот этим, тому, что они в Америке называют культурным войном. Он говорит о том, что ЛГБТ будут изгнаны из армии, он говорит о том, что в университетах пройдут чистки, которые вот показали там как раз вот это, да, противостояние и так далее, и так далее. И, то есть, у них это вызвало отторжение. Что говорить там, допустим, о нашем регионе? Конечно, это стало очень серьезным вызовом. Поэтому это очень серьезная вещь. И что касается там реакции, да, реакция страны, которая понимает свои интересы, свое видение того, как она должна развиваться, как должна развиться страна и народ. Вот. И таких стран становится все больше и больше. И понимаете, да, поменялась ситуация, конечно, мало кто мог себе представить, что там 10 лет, да еще 5-6 лет назад, что грузинское правительство сможет настолько противостоять, да, давлению Запада. Откровенному, наглому, хамскому давлению. Да, когда 8 представителей Евросоюза, причем уровня там министров иностранных дел, там, послов или и так далее, ну, то есть, облеченных властью, приезжают на оппозиционный митинг, да, и требуют чуть ли не смены власти. Но это представить себе в голову такое не может, что по отношению к суверенной стране такое могут себе позволять. Я вообще, честно говоря, не очень понимаю, как до сих пор еще терпят и просто их не выдворят из Грузии. По мне уже давно пора. И дело даже не в том, как на чьей ты стороне, а просто, ну, есть чувство собственного достоинства, в конце концов, да, когда к тебе. Вы на секундочку себе представьте, что, например, кто-нибудь из Азербайджана, Грузии, Турции, не важно, Эрдоган приезжает на выборы в Соединенные Штаты Америки и начинает говорить там, кого надо избрать, а кого нет. Выступает на оппозиционном митинге перед Белым домом. Ну, вот только себе представьте это. Правда не лезет в голову? Так почему им это приходит в голову? Вот для меня загадка вот эта. И здесь, мне кажется, даже те же оппозиционные силы, которые сейчас там выступают, они должны все-таки понять, что в глазах грузинского народа, и не только. Я думаю, что и в Азербайджане, и там в России, не знаю, в других местах, они выглядят как действительно иноагенты. Если их на баррикады ведут политики других стран. Это предательство, это национальное предательство, на мой взгляд. Спасибо большое, Гея. Ну, переходим к следующей теме на этой неделе. Международный суд ООН принял решение рассмотреть иск Азербайджана против Армении по нескольким пунктам, касающимся нарушения прав человека. И в том числе там идет рассмотрение такого аспекта, как заминирование территории Карабаха и освобожденных районов. Суд отклонил возражения Армении и будет рассматривать иск Баку. И вот хотелось бы поговорить, какие вообще есть перспективы, давление на Ереван вот таким международным способом. Понятно, что Азербайджан будет продолжать делать это и дальше. Но есть ли в этом смысл и получится ли отстоять себя на вот в таких международных судебных структурах? Сахиль, пожалуйста. Я думаю, что смысл есть. Хотя я с вами согласен, что, понимаете, доказывать будет очень трудно. В каком смысле доказывает именно зачастую ангажированным прокурором вот как раз международного уголовного суда. Я как раз в контексте хочу затронуть очень интересный момент про главного прокурора. По-моему, там сейчас главный прокурор Каримхана, который как раз-то выдал ордер на арест Путина. Вы, наверное, в курсе, да? Сейчас какую-то, извините, передрягу он вляпался. Да, понимаете, человек, который там, да, возомнил из себя я не знаю кого и, ну, как бы решителем судеб, да, в конечном то оказался замешанным в какие-то вот такие-то очень мунициприятные истории. Вот в этом плане, честно говоря, вот исходя зачастую ангажированных решений международного уголовного суда. Я, честно говоря, поделюсь и откровенно буду предельно честным. Я скептически отношусь. Но это вовсе не говорит о том, что хоть Азербайджан и любая другая страна, в вопросах которых там он непосредственно прав в рамках международного права, он должен, в принципе, отставить свои интересы, и причем целенапрально и неустанно. Понимаете, сейчас настолько политические процессы вообще в мире, во всем мире настолько ангажированы, что, понимаете, надеяться просто на то, что вот да, именно та или иная структура, региональная международная организация и в том числе Международный уголовный суд там вынесет как раз-то вот справедливое решение, которое опирается на международного права. Понимаете, это очень мало. Понимаете, уже практически нет надежды. Но, опять же говорю, но это вовсе не говорит о том, что мы не должны вести свою борьбу для восстановления справедливости. Справедливости, которую, как мы видим, и в принципе никак мы видим, как нам диктуют нормы международного права. Но в этом плане я думаю, что да, Азербайджан правильно заявил. Причем Азербайджан неоднократно заявлял о том, что мы по всем вопросам методично, шаг за шагом будем как раз-то добиваться справедливых решений именно в тех региональных и международных организациях, чьи авторитеты в принципе должны и установить вот этот справедливый миропорядок в мире, так скажем. Да и весь вопрос в том, что, ну, к сожалению, поведение Запада и, так скажем, центров мировых сил, как бы, скажем, не позволяет на это полностью надеяться. Но я думаю, что поскольку уже принято это обращение, я помню там обращение Армении в этом со стороны международного уголовного суда, уже это уже хотя бы там вселяет какую-то там слабую хоть надежду или, скажем, очень тонкую надежду на то, что в конечном итоге мы добьемся справедливого решения. Но, опять же говорю, к сожалению, пока во всем мире идет пока такая политическая ангажированность, ну, что поделаешь, такова жизнь. И поэтому я думаю, что в первую очередь, в первую очередь, надо как раз-то постараться сломить вот этот, как бы, скажем, нелицеприятный вот этот процесс, то, что происходит сейчас в мире, вот эта ангажированность во всем мире. Но, к сожалению, есть такое понятие геополитика, есть такая наука геополитика, есть такое понятие геополитические интересы. В этом плане, я думаю, что все эти моменты оказывают очень сильное влияние там и на деятельность международного уголовного суда. Я еще применю один пример, может, это не очень, ну, как бы, что неудачное сравнение. Если даже политизировано как раз-то и присуждение там Нобелевских премий, там, Нобелевских премий мира. Да, понимаете, насколько уже там, насколько политизированный сам этот процесс, просто иногда поражаешься, кому присуждает там Нобелевская премия мира там. И вот после этого, понимаете, а тем более, что, я сказал, Международный уголовный суд уже неоднократно доказывал в том плане, что он тоже действует в рамках определенных интересов определенных стран мира и коллективного Запада. Но ничего не поделаешь, все-таки будем бороться до конца. Спасибо большое, Гия. Вот у вас буквально недавно совсем вышел фильм на базе Вестника Кавказа «Командировка на минное поле». Я предлагаю всем нашим зрителям обязательно его посмотреть, как раз своими глазами увидеть, какой прогресс по восстановлению освобожденных территорий был проделан с лета 21 года по настоящее время. Вот мне кажется, что в том числе с помощью таких фильмов можно как-то влиять на ситуацию, по крайней мере тем, что рассказывать о том, что происходит, как восстанавливается территорий и что было до этого. И может быть, до большего количества людей будет доходить эта информация. Да, конечно, безусловно. Давайте вот начну с международных организаций. Конечно, за последние десятилетия система международных отношений, включая международные организации, которые отвечают за международные отношения, они невероятно деградировали. Невероятная деградация произошла. Кстати, во многом из-за того, что у нас последние 30 с лишним лет уже такая была система международных отношений, которую мы называем однополярной. И когда в угоду определенной интересам одной страны фактически, ну либо одного блока стран, очень многие процессы в международных отношениях трактовались так, как им выгодно. И эта деградация, это прежде всего в том, что для кого-то законы не писаны, и они делают так, как посчитают нужным, будь-то разваливая другие страны, без санкции ООН, начиная боевые действия и так далее. Сейчас имею в виду Югославию, и Ирак, и Сирию и так далее. Да, тоже признание Косова, например, где игнорировались все абсолютно правила международных отношений. Вот. Но это не значит, что не надо в международных различных структурах добиваться своей правоты. И здесь дело не в том, что будут вынесен какой-то вердикт. Международные организации, они настолько все-таки аморфны с точки зрения отстаивания своих решений, то есть они принимают решения, резолюции какие-нибудь ООН, и они потом десятилетиями не исполняются. И ООН не имеет ресурса и не имеет никаких возможностей заставить это делать. Вот. Но. Но есть мнение и как бы видение различных процессов у тех стран, которые принимают в этом участие. Понимаете, если Азербайджан отстаивает свою точку зрения на площадке ООН, то как минимум делегаты практически всех стран, которые входят, они имеют возможность ознакомиться с аргументами Азербайджана. Это очень важно. Это коммуникация. Понимаете, к сожалению, ведь вот эта борьба, которая сейчас идет, она еще идет по информационному контуру. И имея возможность вот этих глобальных информационных систем, да, и корпораций, которые в основном транслируют одну точку зрения на весь мир. Понимаете, у нас проблема-то в чем? Что в Бразилии где-нибудь процессы, которые происходят на Южном Кавказе, на Украине или еще где-то, люди видят глазами какого-нибудь СНН, понимаете, или Би-Би-Си. А даже не собственно национального телевидения, а именно наднационального. И для того, чтобы свою точку зрения продвинуть, нам как раз, да, там и нужно действовать в том числе и на тех площадках, которые это доступно. Через дипломатический корпус донося и так далее. Второе, почему я считаю, что правильно Азербайджан все делает. Дело в том, что достаточно долго Азербайджану приходилось, особенно, да, после вот второй Карабахской войны, отстаивать свою правоту, да, чуть ли не оправдываться. Это неправильно, конечно же, и абсолютно сейчас дипломаты Азербайджана правы, они ведут такую наступательную политику, да, и по нескольким вот этим направлениям они предъявляют свои претензии, там это, отвечая на претензии с той стороны. Вот, это абсолютно нормальный, правильный процесс, вот, и у него есть несколько таких плоскостей, да, там несколько смыслов. С одной стороны, информирование международного общества, что произошло, будь то на дипломатическом уровне, будь то через фильмы, программы, дискуссии, какие-то конференции, там и так далее. Чем больше таких возможностей будет, тем лучше, конечно. Спасибо большое за интересную беседу, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был политолог Сахилий Скендеров. Сахиль, спасибо вам большое за интересный разговор. И вам спасибо большое, господина Саралиева, мое почтение. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.